ну что ж коллеги всем добрый день мы продолжаем наши разговоры о глубоком обучении и у нас сегодня новая задача распознавание объектов не знаю закончим ли мы ее сегодня мы точно и начнем чего-нибудь пообсуждаем а потом на самом деле неважно я думаю что пока я у меня я запланировал две лекции на распознавание объектов и сегментацию и если вдруг object detection залезет на следующее это не страшно сегментация там все равно в нее углубляться особенно и не хотел в общем значит что такое распознавание объектов мы с вами на предыдущем занятии долго и упорно рассматривали всевозможные сверточной архитектуры то есть мы с вами старательно изучали разные способы обрабатывать изображения при помощи сверточных нейронных сетей и мы развили кучу разных способов трюков как сделать максимально хорошие как сказать как 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 сделать максимально хорошие сверточной архитектуры чтобы в них весов было поменьше растительная сила была побольше и так далее тому подобное но все чем мы с вами до сих пор занимались выглядело так у нас есть картинка возможно на ней нарисован котика возможно нет и мы прогоняем картинку через сверточную сеть внутри сверточной сети она постепенно углубляется в плане признаков но наверное уменьшается в плане геометрии в итоге она превращается просто в вектор признаков и из этого вектора признаков мы делаем классификацию а котик это или нет ну может быть классификацию там на тысячу классов которые только вы начинаете бывают но это же совсем не тоже как устроена жизнь до когда я смотрю на картинку я разумеется ну вот я сейчас сижу я смотрю и не то чтобы у меня в голове возникает одна единственная метка что я сейчас смотрю на компьютерный монитор нет я сразу же понимаю много разных объектов которые есть моем поле зрения вот монитор на мониторе несколько разных окон микрофон клавиатура планшет на котором я рисую веб-камера и тому подобное и все это я вижу ну на самом деле одновременно и мой мозг нейронный каким-то образом понимает сразу много объектов из одной и той же картинки то есть что на самом деле хочется сделать и как определяется задача object detection давайте я через промежуточную задачу сначала определён то есть промежуточная задача можно ввести промежуточную задачу локализации объекта представим что у меня есть картинка и на ней есть значит это была задача классификации а предположим что у меня есть картинка на не есть объекты я знаю что он один вот один главный объект может я знаю какого он класса или просто он там наверняка один тогда задача локализации объекта это найти где он на картинке то есть выдать то что называется bounding box by box окружить объект прямоугольничком и выдать координаты этого прямоугольничка вот ну обычно не обычно просто прямоугольник задается четырьмя числами обычно это либо там x y нижнего левого угла и x штрих y штрих верхнего правого угла или нам даже чаще x y и ширина и высота этого баунтинг-бокса нам это совершенно не важно важно будет что баунтинг-бокс это четыре числа и мы для вот объекта хотим выдать эти самые четыре числа то есть задача локализации объекта но это вот на входе такая картинка потом сверточная сеть она а выход сверточной сети двойной с одной стороны мы делаем классификацию по-прежнему а с другой стороны мы еще выдаем вот эти четыре числа такую делаем регрессию который определяем где же на картинке объект вот распознанного нами класса на самом деле находится но это только промежуточный шаг а на самом да как качество можно мерить того что ну качество того как у нас вот этот баунтинг-бокс построен прекрасный вопрос сейчас мы к нему перейдем давайте сейчас все-таки object detection определю и это да это будет предметом нашего обсуждения значит object detection это тоже самое но теперь на картинке может быть несколько объектов то есть на картинке где-то есть по-прежнему котик а где-то например там я сижу за столом согнувшись вот и у меня тогда один объект это котик и у него есть свой баунтинг-бокс а другой объект это скажем человек и у человека есть свой баунтинг-бокс и как вы абсолютно правильно заметили нам нужно решиться прежде чем мы вообще будем формулировать какие-то модели для решения этой задачи надо сформулировать саму задачу а как померить качество ну смотрите как мерить качество классификации мы в общем понимаем это там какая-нибудь кросс энтропия которую мы будем оптимизировать и давать правильный класс но у нас фиксированное количество объектов вот мы к этому раз переходим но возникает сразу два вопроса первый вопрос геометрический это как мерить качество баунтинг-боксов но давайте сначала на него ответим значит как мерить качество баунтинг-боксов предложите что-нибудь вот есть у меня котик и этот котик мы этого котика мы обвели в какой-нибудь баунтинг-бокс не очень хороший а есть у него правильный баунтинг-бокс вот такой какое как качество померить нужно минимизировать площадь и там чтобы код полностью помещался в эту штуку а что значит полностью помещался мышь я же не знаю где код у меня в правильных ответах записан вот этот прямой запихнуть обрезанную картинку в ней рассеете посмотреть скажет она что это код или нет ну это вообще-то очень сложно а может быть нам нужно максимизировать отношение нет ну ладно может быть все таки идея правильная отношение пересечения правильного баунтинг-бокса и выделенного к выданного нами к площади выгодно ну да что-то в таком духе совершенно верно то есть я хочу чтобы одна фигура стала похожа на другую фигуру это можно по-разному насчет имплементировать поскольку это прямоугольники то можно просто регрессии притаскивать x и y к нужному x и y сюда и ширин высоту и ширину к нужной ширине и высоте сюда то есть можно просто там сумму квадратов разности определить но такая более хорошо обобщающаяся величина это конечно как вы правильно сказали коэффициент жаккара если у меня есть одна фигура и какая-то другая фигура я хочу понять насколько сильно они пересекаются я могу ввести значит индекс или коэффициент жаккара еще он называется intersection over union а и у ю особенно в общих детекшине вы все время будете видеть эту аббревиатуру и он значит ровно то что нас как называется да это площадь пересечения разделить на площадь объединения соответственно если он близок к единице то фигуры очень близки если он близок к нулю то фигура не особо пересекается вот но и это еще не совсем все правда же а еще надо понять что делать значит еще надо понять действительно сколько здесь объектов и что делать ну как бы как как определять выходы моей нейронной сети у нас до сих пор никогда не было ситуации в которой на выходе какое-то неопределенное число объектов у нас просто надо ну чтобы нейросети обучать надо граф вычислений задать для этого неплохо бы знать сколько у него выходов иначе не получится а тут как будто бы на картинке может быть код и человека может быть еще один кота может быть там дерево которое надо тоже распознать и мы заранее не знаем сколько объектов на картинке что же делать можно просто выдавать ему четыре числа и спрашивать если там кто-нибудь или нет ну а как мы это операционализируем потом будете всевозможные четверки номеров пикселей туда задавать это не сработает по идее модели на входе должна быть картинка на выходе список объектов давайте пусть можно не растить детектирует к самых адекватных объектов для к фиксированное число да придется сделать так то есть будет выглядеть примерно следующим образом у меня будет значит на входе картинка что-то тут нарисовано а потом сеть и у сети будет много выходов но конкретное фиксированное число выходов то есть тут значит будет несколько раз действительно к по класс и вот эти четыре числа ну хорошо но что если объектов на самом деле меньше и еще один связанный с этим вопрос а что если моя нейросеть как постоянно будет происходить на практике выдала мне баундинг-бокс какой-то объект вот тут что мне с ним делать как определить ошибку на нем можно просто новую метку вести отсутствие объекта да совершенно верно то есть смотрите мало просто список результатов классификации баундинг-боксов выдать это не как бы мы не сможем справиться вот с такой например ситуации и мы не сможем понять что делать как бы когда объектов меньше чем вот эти фиксированное число выходов на самом деле в каждый из этих элементов списка входит не только метка класса и баундинг-бокс но еще скорее всего число там от нуля до единицы например конфиденц которая показывает насколько мы уверены в том что это действительно объект и вот когда мы вот это добавили тогда все проблемы действительно уже более или менее решаются то есть теперь к мы выберем не маленьким а наоборот достаточно большим и если сеть выдает баундинг-бокс который вообще ни на что не похож то мы просто конфиденц ему будем стремить к нулю а результат классификации там баундинг-бокс не будем никуда двигать нам пофигу это просто плохой бокс плохой объект он просто не должен быть объектом вот а если сеть выдала какой-то баундинг-бокс который похож на правильный ну тогда мы будем тащить баундинг-бокс правильного баундинг-бокса мы будем тащить классификацию класс к правильному классу а конфиденц будем стремить к единице вот в итоге должно что-то в таком духе получается это по-разному будет имплементировано в разных моделях но в среднем примерно так а какие вот для этого лосс можно использовать ну из торчевских например но пока все лоссы довольно прямолинейные классификация это кросс энтропия а баундинг-бокс и конфиденц это просто могут линейная регрессия квадрат разности ну то есть у нас есть отдельный лосс для класса отдельный лосс для баундинг-бокса отдельного для конфиденц их можно как-то водоросло ну как 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 мы это делаем всегда линейной комбинации несколько раз прогнать через нейросеть картинку типа выделить начали 1 к объект потом еще к объектам во-первых ей тогда придется как-то сказать что эти объекты уже не надо выделять это нетривиально во во-вторых зачем давать к зачем такое может быть можно но типа чтобы выделить все объекты ну вот мы все и выделим но если мы маленькая к взяли давайте возьмем к побольше вот вот такая история и это это что касается функции ошибки здесь на самом деле есть еще о чем поговорить здесь есть во что закопаться если чем прочитать целую лекцию просто не хочу этого делать я хочу уже двигаться к моделям но вы можете досуге подумать а что делать собственно если например у нас там два котика и они там не знаю вот один на переднем плане а другой за ним сидит на заднем плане и вот bounding box одного котика а вот bounding box другого котика и теперь ко мне пришло пришел вот такой прямоугольничек куда его отнести непонятно а на самом деле в жизни мне придет вот такой прямоугольничек а еще вот такой прямоугольничек а еще вот такой прямоугольничек и будет тут 50 штук ну потому что как мы сейчас увидим реальные модели выдают много кандидатов скорее всего и как их тогда распределить куда их относить как какие из них максимум куда максимизировать в общем тут есть проблемы но давайте сейчас на них не останавливаться идея вот именно такая мы имеем confidence который показывает вообще есть что-то или нету мы имеем а ее коэффициент жаккара показывающий насколько bounding box похож на правильный ответ и скорее всего мы имеем просто какую-то отсечку поэтому и такую что если баундинг бог если коэффициент жаккара между гипотезой и правильным ответом больше не знаю 1 2 то мы подтаскиваем ее к правильному ответу а конфиденс к единице если меньше 1 2 то мы считаем что это просто ошибка и тащим конфиденс к нулю вот примерно примерно такую конструкцию мы хотим сделать а соответственно соответственно а что соответственно соответственно собственно потерял мысль да соответственно давайте теперь от этой умозрительной конструкции переходить к каким-то конкретным методом у нас будет довольно большой я нахожусь у нас будет довольно большой план вот такой у нас план конечно мы не пройдем по этому плану и даже по выделенным жирненьким мы скорее всего по всем не пройдем но я постараюсь дать некий обзор основных как бы идей того как люди стали делать распознавание объектов вот ну про датасеты сейчас не буду подробно говорить в общем есть датасеты и на самом деле уже даже для распознавания объектов видно насколько сложнее этот датасет в реальности сделать то есть вам нужно каждый класс который вы хотите распознавать не просто значит выбрать метку а для каждой картинки понять где где она находится где где этот класс находится и обвести его bounding box вот это прямо очень сложно хороший вопрос но поначалу конечно это делали руками там дата сети в оси visual object класса 2007 делали руками там было 10000 картинок это было возможно в современных дата сетах вроде как это open images там уже миллионы картинок и там конечно рук это делают руками но не совсем то есть там вы просто используете модель для распознавания объектов распознаете объекты а потом руками исправляете результаты скорее всего разметка идет так а вот значит поначалу датасеты были попроще видите здесь большинство картинок выглядят как один большой объект и надо его по сути локализовать сейчас главный датасет этого понимаешь от google я иногда показываю сейчас давайте для краткости не буду лезть в интернет показывать вам этот датасет но в общем там много разных классов там много всего интересного происходит и эти самые терял мысль опять вот и эти на на одной картинке может быть там несколько сотен объектов который несколько сотен объектов которые все размеченные которые типа надо распознавать но вот тут например там не каждый листочек каждый цветочек размечен из большой конструкции вот и как же это делать ну во первых люди конечно делали это давно то есть люди конечно делали это давно есть много классических алгоритм для распознавания объектов собственно самого самых там 60-х годов даже конца 50-х когда люди начали вообще задаваться вопросами компьютерного зрения один из главных вопросов компьютерного зрения то есть как скажем делать навигацию в окружающем пространстве это вопрос где какие объекта находятся то есть вопрос распознавания объектов и мы не будем углубляться в историю классических подходов к распознаванию объектов что нам реально интересно только один нам реально интересен только только один нам реально интересен метод это вот selective search который здесь изображен воспроизвините пожалуйста сейчас буквально одну секундочку я сейчас вернусь да сейчас пардон да 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 очень прошу прощения да вот selective search опять же не буду углубляться в детали этого алгоритма но в общем смысл в том что у нас есть какие-то там гипотезы мы строим кучу разных гипотез потом обучаем модель на считать эти гипотезы строятся ну чем-то вроде при сегментации сегментация если что это задача в которой нам нужно не просто обвести прямоугольничек а именно заштриховать контур то есть понять прям каждый пиксель какому объекту принадлежит сегментация это конечно еще сложнее чем object recognition но есть такой промежуточный шаг так вот при segmentation или выделение супер пикселей когда вы ну проходитесь по картинке и объединяете пиксели которые находятся рядом и которые похожи друг на друга это долгое время было очень полезная предобработка для картинок но вот после того как сверточные сети всех победили и все стало бессмысленно кроме сверточных сетей наверное супер пиксели тоже пришли из употребления хотя они тоже еще встречались как вспомогательная предобработка а так в классических классических методах это очень помогало потому что на картинке у вас миллион пикселей а вы сделали такую при сегментацию это не сегментации вы не знаете какие это объекта вам трудно понять что это например человек вы просто видите что вот тут пиджак весь одного цвета все он как это связные объекты конечно вы объединяете эти пиксели в первую очередь а и как бы тем самым выделяя супер пиксели вы резко сокращаете размерность любой задачи то есть теперь чтобы сделать настоящую сегментацию вы можете пытаться запускать алгоритмы на графе состоящим из супер пикселей граф из пикселей был с миллионами вершин на графе супер пикселей там с пятью сотнями вершин конечно на нем можно запустить алгоритмы гораздо гораздо более интересны ну люди собственно этим и занимались и вот selective search он как раз там постепенно объединял супер пикселей получая гипотезы потом из этих гипотез через какую-то там свмку не будем вдаваться уже определял какие из них это false positives а какие нормальные но а почему я об этом вообще рассказываю потому что первые методы распознавания объектов которые использовали сверточные сети они работали с использованием вот этого selective search ну то есть использование внешнего алгоритма для выделения кандидатов дело в том что все эти классические алгоритмы у них был у всех примерно один и тот же недостаток они как правило выделяли кучу кандидатов и для того чтобы покрыть все настоящие они выделяли в том числе и настоящие хорошие объекты но например там чтобы найти двух коров и столб на этой фотографии нужно было выделить там 100 кандидатов 100 баундинг-боксов из них три будут правильных и вот как бы важная задача которую все пытались решать всякими своем коми это какие же 300 на самом деле правильные и вот две четырнадцатом году появилась модель арси н н н рейджен-бейст эволюционал network а в которая работала следующим образом вот такую цепочку модели арси н н н я вам все расскажу потому что она очень показательно смотрите идея давайте выделим кучу кандидатов каким-то внешним алгоритмом потом возьмем вырежем эти кусочки и вот как вы вначале лекции предлагали кто-то из вас давайте возьмем каждый кусочек и прогоним его через сверточную сеть значит сверточная сеть обычно на и начинайте делать классификацию мы предположим что у нас классы для распознавания те же самые что вы начните там подножество их поэтому предположим что сверточная сеть обученная на имиджнете будет хорошо делать классификацию в этом нет ничего невозможно но этот еще не совсем все потому что у нас 100 кандидатов из них три правильных объекта которые нам цвет на нужны а сверточная сеть она не выдает confidence label она выдает распределение на классах и все она не обучена отличать наличие объекта отсутствия объекта да и собственно в неправильных классах там скорее всего тоже есть какой-то объект типа облака но алгоритм не настолько тупой просто он выделяет все объекты независимо от классов и нам нужно оставить те которые соответствуют нашим класс а что же делать ну вот для этого в арсене обучали еще одну вспомогательную модель то есть они пропускали каждый bounding box через сверточную сеть потом брали там последний слой или предпоследний слой признаков этой сверточной сети и их засовывали их засовывали в отдельную обученную srm-ку которая обучалась отличать false positives от true positives то есть которая обучалась уже выдавать confidence действительно лет был хороший bounding box действительно ли в нем объект который нам интересен и вот это очень сложная конструкция она действительно как ни странно очень хорошо работала то есть она примерно ну почти как алекс нет сделал революцию уменьшив ошибку классификации почти в два раза также и здесь арсенен очень хорошо для своего времени делал вообще detection тоже гораздо лучше ближайших конкурентов все было замечательно как вы думаете в чем главная проблема метода арсенен может быть в том что у нас сверточные сети обычно принимают картинки одинакового размера на вход а тут мы какие-то произвольные куски вообще прямоугольные подаем да это беда с которой арсенен борется очень наивно как вы возможно уже поняли по слову world я забыл проговорить берем наш прямоугольничек превращаем его в квадратик механически это скорее всего несколько ухудшает качество но качество то все равно хорошее то есть это казалось бы не очень мешает тогда наверное это долго очень по 100 кусков прогонять через кучу сетей да конечно смотрите получается что мы должны вырезать каждый кусочек и прогнать его через cnn на практике арсенен работал где-то за минуту ну там 47 секунд на каждую картинку на видеокарте то есть не во время применения с уже обученную сеть применить занимало примерно в минуту на фотографию ну конечно это недопустимо это слишком медленно вот кроме того обучать ее тоже было очень мучительно потому что видите в ней три разных части но первая часть это деление кандидатов его не надо обучать потом надо cnn как бы вроде когда обучить на нужных нам классах а потом и своем причем обучать свм а еще одна часть которую забыл сказать свм причем обучать ее не на картинках что можно было сделать отдельно а на признаках извлеченных нашей до обученной сверточной сетью то есть это должен быть следующий шаг последовательный и еще там были bounding box регрессоры мы сейчас не буду про них в общем это как бы отдельные модели регрессионные для уточнения этих прямоугольничек мы их еще много раз в третьем поэтому еще поговорим про них вот короче обучать долго обучать сложно применять еще дольше все очень хрупко большая проблема поэтому что люди стали делать такая была следующая мысль 47 секунд это расправили на 100 картинок то есть их параллельно дает видеокарты или это последовательно все 100 картинок придут на эту виде карту в точности я вам не отвечу но довольно как бы понятно что на тогдашнюю видеокарту тогдашний cnn в количестве 100 штук не влез бы то есть скорее всего это ну ладно не знаю есть если б я это делал то это было бы параллельно настолько насколько возможно типа если там две сверточные сети влезают значит это 50 раз подряд на запустить а в точности конечно не знаю надо смотреть детали этого соревнования вот поэтому что стали делать людям ну во первых самый первый бутонек который хочется убрать это хочется не запускать сверточную сеть миллион раз вот давайте мы как бы отталкиваемся от арси н н и вот вся цепочка моделей основанных на арси н н относится к так называемому двухэтапному или двухшаговому распознаванию объектов то есть здесь есть отдельный шаг когда мы выделяем кандидатов и отдельный шаг когда мы оцениваем этих кандидатов вот арси н н я уже объяснил на слайде не буду повторяться следующий шаг назывался очень творческий он назывался fast rc н н и и от арси н н он отличался следующим значит вместо того чтобы вырезать каждую картинку и прогонять ее через cnn давайте сделаем следующее давайте возьмем всю картинку целиком и пропустим ее через сверточную сеть ну не до самого конца не прямо до вероятности классов нужно тогда это будет нам бесполезно а до какого-то довольно позднего на все-таки промежуточного шага где здесь появляются какие-то признаки признаки имеют семантический смысл но есть и еще геометрия какая-то и тогда мы будем делать следующее вот у нас тут есть какой-то значит котик опять же selective search сообщил нам какой-то конь какого-то кандидата в bounding box мы взяли кандидата в bounding box и мы отобразили его сюда и поняли каким значит какому тензору признаков соответствует этот bounding box вот здесь то есть вот и вот это называется рейтин of interest projection проекция регионы интересно интересующего нас интересующие нас области рой это рейтин of interest это тоже постоянно будем видеть эту аббревиатуру object detection значит ну как сделать рой протекшен довольно очевидно просто у нас здесь какие-то признаки и мы же знаем на что смотрят эти признаки откуда они пришли то есть мы просто берем и отображаем эти пиксели ну теряя какую-то геометрическую информацию при этом потому что геометрия конечно стало меньше здесь несколько раз скорее всего там 8 16 раз меньше стала ширина и высота но она еще осталась и мы можем примерно отобразить этот bounding box сюда что уже довольно будет близкие слои пиксель на них смотрят уже на всю картинку ну как близкие это как раз концу происходит вот этот как ну вот да 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 он же довольно быстро растет но это зависит от архитектуры и в принципе обычно классическая архитектура устроена так что не так уж быстро этот ресептив филд становится начинаю становится равен всей картинке а когда становится там уже и сеть скоро заканчивается в общем ну на практике скорее всего вот в классическом там но fast я не помню в классическом faster rc-n-n к которому мы сейчас перейдем вот это вот вот этот переход это выделение признаков это сокращение где-то в 16 раз ширины и высоты то есть это серьезная потеря геометрия но геометрия все еще есть то есть если была картинка там тысячу на тысячу но осталось картинка сколько на сколько 80 на 80 тоже еще есть что вырезать вот и да конечно этот про джекшн он теряет некую информацию а после этого мы берем вот эти признаки только эти говорим что наверное эти признаки примерно соответствуют нашему bounding боксу и дальше мы запускаем их уже в какую-то небольшую голову скорее всего уже даже и без сверточных слоев тут просто полно связанные слои и на выходе из этой головы мы должны выдать во первых классификацию что за объект это был а во вторых мы должны выдать вот ту самую bounding box регрессию то есть где на самом деле здесь должен быть bounding box потому что это всего лишь кандидат которого лучше бы уточнить и кроме того в процессе проекции мы еще и потеряли информацию об этом кандидате то есть да здесь вот это bounding box регрессия это очень важно она говорит где же на самом деле тот объект который мы классифицировали тут находится судя по признакам вот а вот такая конструкция но если у нас есть какой-то там другой bounding box то мы его тоже проецируем у него получается другой тут какой-то значит тензор и этот тензор мы значит запускаем в другую копию этой головы то есть голову мы запускаем много раз но она маленькая а большую тяжелую сеть мы запускаем один раз вопрос все ли понятно или тут есть какая-то еще проблема можете ли вы запрограммировать эту штуку у нас для каждого один бокс а своя собственная голова но это как у этой головы одни и те же веса но до запускать ее придется отдельно для каждого бандем бокса конечно размер входа у этой головы да вот такая еще есть проблема что же делать как же обрабатывать размер насчет разного размера bounding box если особенно я хочу это все свести к полно связанному слою то мне на в ходе полно связанного слоя нужно иметь фиксированное количество признаков ну вот как это делается это делается при помощи другой процедуры тоже которая здесь появилась потом стала везде использоваться называется рои пулинг очень простая идея на самом деле смотрите у нас есть давайте анфас нарисую у нас есть какой-то там тензор признаков и у нас может быть какой-то другой тензор признаков которые совсем по-другому организован но на выходе нам нужно и тот и другой превратить в значит тензор признаков одинакового размера что мы будем делать но мы выберем этот размер небольшим типа 2 на 2 3 на 3 короче меньше заведомо чем эти баундинг бокса будут а потом сделаем обычный пулинг макс пулинг скорее всего но пулинг не ну как бы на размер окон для пулинга будем выбирать наоборот обычно в обычном пулинге мы берем окно 2 на 2 и тем самым он сокращает геометрию в два раза а теперь мы возьмем окна так чтобы получилось поделить на 4 ну насколько это возможно там с точностью до целого пикселя и вот это все мы сведем в один вектор признаков это все сведено так здесь тоже сделаем такой пулинг тоже 2 на 2 видите окна будут совсем другие другого размера другого но уже в другой центр должен переходить вот другого размера другого в других местах но на выходе будет получаться одни одного и того же размера тензора признак вот такая идея ну а здесь происходит обычный макс пулинг вот и вот с этой значит хохмачкой появилась модель которая называется faster cnn видите вот здесь есть roi projection на признаки потом roi пулинг который сводит все признаки к одинаковой размерности пару полносвязанных слоев softmax для классификации и bounding box регрессор который говорит где же на самом деле там был bounding box в чем значит ну faster cnn был гораздо быстрее на два порядка потому что cnn вот эту тяжелую большую надо один раз запускать по качеству ничем не хуже надо даже лучше в чем как вы думаете теперь следующее узкое место но две части и вторую часть она как-то много раз запускать наверно на каждый полный box но это так или иначе все-таки неизбежно то есть да ну во первых вы это делаете уже параллельно если помещается в память скорее всего уже помещается во вторых ну вот у вас мы как как все мы начинали что у вас есть сеть которая выдает несколько кандидатов в класс но вот это и есть эти несколько кандидатов то есть тут казалось бы вот вот эта парализация уже не вызывает особых возражений как вы думаете какое теперь самое медленное место всего процесс видимо вот это начальная предобработка да совершенно верно оказывается что selective search теперь становится узким местом то есть этот классический алгоритм это никакая не нейросеть это графовый алгоритм там какой-то но теперь он начинает работать гораздо медленнее чем вся эта нейросеть и собственно следующий шаг вот уже супер классическая архитектура для распознавания объектов faster rc н н продолжаются творческие названия и faster rc н н работает следующим образом она пытается вставить вот это выделение кандидатов bounding box и вставить это как часть сети как это можно сделать вот это очень интересная на самом деле конструкция не своими деталями а своей идеей эту идею мы тоже будем все время видеть как бы у нас получается что мы мы хотим там чтобы сеть сама выделяла кандидатов баундинг бокса звучит сложно и страшно а давайте мы просто значит значит давайте мы просто вставим в сеть новую маленькую подсеть которая будет это делать и просто у нас до изменится граф вычислений но обучаться она будет точно так же и о чудо как правило она будет обучаться делать как раз то что мы задумали вот это важная идея deep learning и что если вы используете результат вот этой подсети сначала она будет случайно и делать но если вы используете результаты подсети как прямоугольнички которые вы хотите вырезать из тензора признаков то она и обучится вырезать разумные прямоугольнички это конечно некая магия но магия белая и работающая в нужную нам сторону то есть смысл такой мы берем картинку прогоняем через сверточные слои получаем какой-то тензор признаков сокращенной геометрии некоторые дополнительной семантикой и загоняем его в отдельную подсеть которая называется rpn rich and proposal network этот rpn выдает несколько кандидатов но тоже фиксированное число потом эти кандидаты через рой пуллинг превращаются в тензоры признаков и эти тензоры признаков идут на голову для окончательной классификации как устроен риджан проползал network но на самом деле не хитро он устроен довольно таким исчерпывающим образом посмотрите у нас есть вот эта карта признаков мы идем по ней скользящим окном ну точнее говоря мы просто идем по каждому пикселю этой карты пикселей стало уже меньше то есть это уже не абсурдно большая конструкция типа давайте переберем все возможные баунтинг-боксы это такая конструкция давайте переберем все возможные центры баунтинг-боксов на сильно уменьшенной карте признаков типа 80 на а и к каждому центру приложим несколько фиксированное число фиксированных же баунтинг-боксов возможных ну типа какие бывают баунтинг-боксы на свете можно там квадрат нарисовать можно квадрат побольше нарисовать можно такой прямоугольник может такой прямоугольник но сколько-то их будет опять же все возможные перебирать нет нужды и и дальше мы просто соберем признаки из этого кандидата в баунтинг-боксы сделаем какое-нибудь нехитрое преобразование и попытаемся пообучать во-первых вот confidence о том действительно ли это хороший баунтинг-бокс во вторых координаты этого баунтинг-бокс регрессия о том а где на самом деле этот баунтинг-бокс в исходных пикселях куда сдвигать эти грубые углы чтобы получился уже настоящий баунтинг-бокс вот и все то есть мы вот эту штуку запускаем упорядочиваем как бы результат по вот этим скором берем наилучшие скоро те которые скоро плохие маленькие они просто потеряются и не будут участвовать в кредиентном спуске а и соответствующие баунтинг-боксы возьмем из них значит рой вытащим ноут projection уже сделан да вот эта проекция собственно это не были а сделаем рои пуллинг подадим на голову посмотрим что там такое вот то есть мы вот тот те к штук в один боксов мы их обучаем номера которые мы берем или мы просто все подряд все подряд то есть для каждого центра ну все которые помещаются берем прикладываем и оцениваем то есть у нас будет тут несколько тысяч скорее всего оценок мы из них выберем сколько-то самых больших и их используем дальше уже в головах в предыдущей версии алгоритма что отличалась в смысле вот которая медленная была потому что там алгоритм был медленно там не было вот этой сети вообще предыдущей версии алгоритма кандидата баунтинг-боксы были даны они считались внешним алгоритмом selective search почему этот алгоритм сильно медленно чернированные сети это звучит достаточно странно чтобы детерминированный алгоритм работал медленно чернированные сети невероятно на факт но как как мне ответить на ваш вопрос с только рассказать как этот алгоритм работает но там надо какие-то значит последовательно объединять вершины графа из супер пикселей ища подходящие комбинации в общем я сейчас не вспомню точно как он работает но факт остается фактом он работает гораздо медленнее чем прогнать нейросеть один раз даже большой а то есть вот этот исходный алгоритм он работает на исходной картинке а вот этот вот faster rc на но он работает уже после сверточных и это тоже но faster вот вот это это не алгоритм это просто часть сети теперь вот мы добавили пару слоев таких они не обучаются отдельно они обучаются вместе со всей остальной сетью эта часть архитектуры вот это ключевой момент на самом деле ну окей значит faster rc на и это стало очень популярная хорошая конструкция очень долгой она была таким вот как бы главным бейзлайном для распознавания объектов но про rfc давайте я не буду это сложно объяснить и в общем нам сейчас не нужно но двухэтапное распознавание faster cnn в частности она никогда не было достаточно быстрым для применений которые требуют real time то есть ну я не знаю если взять очень маленькую базовую сеть для faster cnn запустить на современной видеокарте может она и достигнет реал тайма но тогда и на сетях которые давали лучшие результаты то есть на каком-нибудь там инсепшен или знаете все это работало со скоростью там несколько кадров в секунду а real time конечно это там 30 или 20 на 60 кадров в секунду это нужно для многих на самом деле практических задач типа вот не знаю трекинга с камер наблюдения например и поэтому всегда было место так сказать на рынке условно говоря для алгоритмов которые бы делали то же самое быстрее вот и есть другая ветка алгоритмов распознавания объектов которые соответственно за это one stage object detection одноэтапное распознавание объектов которые отличаются тем что в них нету никакого вот смотрите здесь есть как бы отдельная часть сети но это теперь это все равно часть сети до этого все ускоряется но тем не менее есть отдельная часть сети которая делает баундин бокс пропозал с и отдельная часть сети которая потом их оценивают в одноэтапном распознавании нет отдельной части сети то есть но представьте что faster cnn мы просто тут же сразу же параллельно все эти результаты оценили через голову и получили ответ это у нас не получится уже голова туда будет тяжелая слишком и скорее всего там очень много таких баундин боксов оценить параллельно не выйдет а вот в одноэтапном распознавании пытаются строить такие архитектуры чтобы выходило чтобы можно было просто сразу все баундин боксы и оценить ну и опять же я не буду углубляться во много деталей но кое-что все-таки расскажу значит здесь самая главная последовательность архитектур которые собственно до сих пор актуальны просто сейчас они уже совершенно не узнаваемы а вот это архитектура из из серии его и only look once которая работает за один проход будет шестнадцатом году она появилась и за один проход она ищет и баундин бокса и сами объект как работает дело смотрите вот общий хочу лет нарисовать наверное не хочу и отрисовать тут и так наверное этой картинки достаточно вот смотрите общая идея такая я беру картинку я хочу ну как бы нарисовать на ней все возможные баундин боксы про по оценивать их выбрать самые лучшие и классифицировать то что в них но все возможные баундин боксы не могу нарисовать их слишком много поэтому я беру картинку делю ее на сеточку s на s это грубая сетка вот тут нарисовано 7 на 7 так и в жизни примерно 7 на 7 там уж 9 на 9 что-то таком духе потом я перебираю всевозможные баундин боксы которые как бы ну вот на этой сетке то есть типа вот у меня один кандидат баундин боксы это маленький объект который внутри этой квадратика потом еще кандидат который такая начинается в этом квадратике заканчивается в этом начинается в этом заканчивается в этом или вот так или вот так в общем вот все это все все такие варианты и рассматриваю их уже немного да ну типа 49 в квадрате и вот значит для каждого из этих баундин боксов у меня одна часть сети для каждого возможно вам не бокс у меня одна часть сети строит confidence то есть насколько вероятно что там есть объект и строит собственно регрессию а куда где именно в этих ячейках начинается и заканчивается этот баундин бокс то есть как бы условие что начинается в этой ячейке заканчивается в этой но где именно этот песик тут обведен ну надо еще определить то есть вот одна часть сети занимается этим другая часть сети в то же самое время занимается тем что оценивает каким классом из тех что мы хотим распознавать принадлежат ячейки этой сетки для каждой ячейки но не локально тут как бы не поймешь поэтому прямоугольничку что это велосипед поэтому квадратику но как бы все равно в рамках одной архитектуры мы пытаемся определить а какому объекту принадлежит вот этот квадратик здесь у нас например получается что вот это песик вот это велосипед вот это там автомобиль хотя это странно а вот это не вот этот тротуар а вот это наверное бэкграунд решет в таком после этого мы объединяем результаты то есть мы берем bounding box с высоким конфиденцию и просто нам по форму любая сейчас смотрим какие там наиболее вероятные объекты в этих прямоугольниках ну и получается что вот в этом маленьком у нас песик в этом большом у нас велосипед а там видимо все таки был автомобиль хотя странно почему вот это листва это автомобиль не знаю но в общем получился автомобиль вот вот примерно такая конструкция а то есть для каждого возможного bounding box и мы честным образом считаем вот там все всех возможных кандидатов но в архитектура и вдаваться не буду она какая-то есть и слава богу но вот что я наверное напишу смотрите просто для примера потому что один раз наверное это надо написать вот давайте я напишу ну значит мы уже переходим к one stage object detection и давайте я напишу функцию ошибки для иола чтобы вывод вывод спрашивали в начале какие там функции ошибки смотрите какая функция ошибки вот этого самого первого иола была она состояла из нескольких разных слагаемых первая слагаемая сумма по ячейкам там от нуля до с в квадрате по парам ячеек то есть по кандидатам bounding box вот если это объект это так написал типа индикатор события что действительно какой-то объект соответствует этому bounding box то есть что конфиденс надо к единице тянуть вот если это объект то ну я хочу сделать правильную классификацию этого объекта но значит в самом йола почему-то не значит почему-то не кросс энтропию использовали а сумму квадратов разности вероятности но не суть важно в общем это просто функция ошибки про правильную классификацию дальше это первая часть вторая часть тоже сумма по всем кандидатам bounding box и тоже если есть объект а нет сейчас ой пардон 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 не то а это про классификацию сейчас это про ту классификацию которая происходит в одной ячейке вот 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 про эту часть то есть это сумма именно по не по bounding box это сумма по ячейкам дальше мы берем сумму по ячейкам и сумму по тем кандидатам bounding box и которые в этих ячейках были и вот теперь если есть какой-то объект в этом bounding box и какому-то объекта он соответствует то тогда значит же это bounding box внутри ячейки с и то тогда я хочу этот bounding box подтянуть правильному ну то есть у меня есть мой ну там типа x это подтягиваю с этому y это с крышечкой подтягиваю к игре к этому и почему-то там значит масштабируется на корень корень из из w подтягиваю и корень из h подтягиваю но тоже понятная функция ошибки я хочу бомбе мог сделать похожим на правильный ответ дальше а дальше собственно какие bounding box и правильные какие нет и вот здесь важный момент значит если а понятно если bounding box правильный то я подтягиваю его конфиденс к единице если bounding box неправильный нету объекта в этом bounding box и то я подтягиваю его конфиденс к нулю но вот что здесь важно очень важно это заметить вот такую проблемку что практически в любой сети которая практически любой задачи которая значит в любой сети которая делает object detection результаты этого object детекшена категорически очень сильно не сбалансированы то есть вот даже в базовом елла хотя у него все эти размерности были довольно маленькие даже базовом елла было несколько тысяч возможных bounding box of a правильных ответов то есть положительных примеров ну сколько может быть в обучающей выборке сыты настоящий bounding box внутри ну 5 но если сложная картинка ну 10-15 то есть отрицательные примеры с маленьким кофе носом превалируют во много раз может много сотен раз над положительными это значит и вот эту проблему надо решать так или иначе но в базовом елла она решается очень прямолинейным образом просто вот лямбда 4 конечно гораздо меньше чем лямбда 3 то есть положительные обучающие примеры гораздо важнее чем отрицательные для баунинг бокс но мы к этой проблеме еще вернемся она еще нам встретиться вот а так в целом это единая функция ошибки которую мы просто оптимизируем насчет градиентным спуском и тем самым обучаем всю нашу сеть делать все что надо и bounding box и рисовать и классифицировать и вообще все 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 да сейчас можно еще раз вот про эту индексацию почему суммы берутся смотрите и бегает по ячейкам их типа с на с ажи бегает по баунинг боксом которые там могут начинаться в этой ячейке там все возможно это же фиксированные ну их тоже фиксированное число если они всевозможные тут тоже их с в квадрате будет но может быть их меньше на самом деле на практике сейчас не вспомню хорошо тогда индикатор object и это то что в данном квадратике один на один находится какая-то часть объекта да то есть и же это дико того что этот баунинг бокс покрывает весь объект да то есть смотрите object и это про вот эту часть это про то что вот эта ячеечка принадлежит объекту а не фону который не в объектах а object и житая да это уже про конкретный маунгбокс что он действительно похож на настоящий из выборки вот ну и вот вместе с йола примерно в то же время появились одношаговые детекторы которые но больше папка которые занимают как промежуточное место между йола и фастер cnn там как бы в йола был свой собственный фичер экстрактор своя собственная сверточная сеть которая очень быстро работала но так немножко грубовато а здесь сделали так вот берем стандартную сеть я кстати тоже этого не совсем проговорил но это важный момент faster cnn и faster cnn в качестве вот этого то что называется backbone в этой науке в качестве backbone вы можете взять любую сверточную сеть которая выделяет признаки хорошо и это сверточная сеть может ничего не знаете задачи распознавания объектов и скорее всего не знаю скорее всего это какой-нибудь там инсепшен резнет который обучен классифицировать классы из имиджнета но нам его классификация не нужно мы последние несколько слоев от него отрежем нам нужно то что он хорошо извлекает семантически богатые признаки вот ну соответственно single short detector это когда вы ssd это когда вы прогоняете тоже через эту сеть до какого-то уровня а потом вот на этом тензоре признаков без всякого вот без всякой этой сортировки выбора лучших просто тоже всевозможные там разумные баунтинг-боксы берете и прогоняете через эту голову я не буду вдаваться в детали на смысл в том что здесь действительно очень много вариантов на выходе вот и vio было много вариантов а здесь их еще больше тот базовом даже ssd который на вход получал картинки размером 300 на 300 пикселей то есть маленькие у него на выходе получалось типа 8732 32 числа на каждый класс ну то есть на число классов это надо умножить может каждый баунтинг-бокс нужно классифицировать там выход равен числу классов вот но сколько бы ни было классов там 8700 этих самых баунтинг-бокс вариант поэтому вот это вот несбалансированность во-первых сильно проявляется а во-вторых еще одна проблема в которой я сейчас не буду углубляться может быть вам на практике расскажут а может нет но это не страшно если что еще одна проблема состоит следующим что если у вас на картинке сидит котик то почти наверняка на выходе из какого-нибудь ела или какого-нибудь ssd или чего-нибудь будет много разных баундинг-боксов каждый из которых в принципе хороший не один из которых скорее всего не идеальный а и которые все говорят вам что это котик и значит так сказать просто это разные ответы но они очень сильно пересекаются друг с другом вот здесь тоже есть вспомогательный алгоритм о том что же с ними делать то есть как как же их значит объединить вместе ну то ли просто объединить их вместе как бы по самому большому но это не всегда хорошо надо еще там учесть их конфиденса общем тут есть о чем немножко подумать и есть проект алгоритм называется на максимал сопрещен который на самом деле на выходе из объект детекторов обычно применяется потому что вот все эти баунтинг-боксы они в принципе правильные может не идеальные но правильные и конфиденс у них у всех высокий но мы не хотим выдавать столько ответов мы хотим все их как-то объединить в один ответ вот это для этого там тоже есть некая постобработка вот это было лирическое отступление а вот значит были ssd были йола а на тот момент значит видите вот как как это работало да у фастера cnn switch g16 в качестве бакбона в 16 это маленькая быстрая сеть но тем не менее у нее получалось только 7 кадров в секунду обрабатывать и но зато качество получалось хорошие вот и значит йола давал гораздо быстрее скорость там вариант с еще более простой архитектуры давал 650 кадров в секунду но гораздо меньше качества кстати что за качество это тоже интересный момент раз мы с этого начинали давайте сейчас к этому вернусь что это за циферки эти циферки мэй пи значит мина эверич пресижен мина эверич пресижен значит следующее мы берем вспомнить надо то что это в точности знать но мин это усреднение по классу то есть для каждого класса мы смотрим значит точность распознавания его объектов что значит точность распознавания но это значит что мы должны опять же выбрать какую-то отсечку по а и у опять без нее никуда где там у нас была отсечка появилась здесь и засчитать за правильные баундинг-боксы которые переваливают за этот порог но этот порог обычно между 1 2 там 8 9 10 вот скорее даже между 1 2 и 4 5 потому что идеальных баундинг-боксов ожидать не приходится их в обучающей выборке нету люди тоже не идеальные баундинг-боксы рисуют но тем не менее значит среди тех ответов которые переваливают за порог вот мы значит правильно распознаем и правильно классифицируем там такую-то долю этого класса и потом мы для каждого класса считаем свой такой average precision и усредняем по всем классом и вот на ранних датасетах типа паскаль в россии качество было неплохое но как мы скоро увидим стоит немножко усложнить датасет так сразу вот эти абсолютные значения циферок резко падают и мы сейчас поговорим о том почему это но прежде чем мы поговорим о том почему это следующая наша модель следующая итерация это йола в 2 йола в 2 2 2 версии и йола 9000 она была в той же статье ну она много чем отличается от базового йола и здесь я не буду проговаривать все эти изменения каждая из них довольно как бы но она важная но не то чтобы одно стоило отдельного разговора но вот это показывает еще один такой как бы еще один один эффект который красной нитью проходит через многие которые красной нитью проходит через многие работы и по общих детекшен и по сегментации вообще через многие работы по диплёрнингу смотрите во второй версии июля посмотрели на первую версию йола те же самые авторы примерно и сделали много разных улучшений да и когда они сделали много разных улучшений они тем самым как бы вот каждое из этих улучшений не стоило бы того чтобы за в нем статью писать каждое из этих улучшений накидывает там один процентик к результатам полтора процентика пол процентика но когда все эти улучшения сходятся вместе накидывается сразу 15 процентов к результатам и нет никакой одной причины нет никакой одной идеи которая дает все это улучшение это улучшение происходит как сумма вот этих маленьких идей ну какие-то из них более важны чем другие но тем не менее это сумма маленьких идей и как правило вот в статьях которые там дают новые state of the art архитектуры улучшая предыдущие вы увидите ну примерно вот такую картинку ну примерно вот такую картинку это называется ablation study абляционное исследование не знаю если перевод ablation study это как бы последовательность экспериментов которые показывают что дает каждое из изменений видите ну конечно мы не можем протестировать любую каждую комбинацию этих изменений но считается хорошим тоном сделать такую вот последовательность более-менее монотонную в которой видно что вот мы добавляем что-то новенькое и качество улучшается вот мы добавляем еще что-то новенькое качество еще улучшается и когда мы добавили там все все наше новенькое у нас качество самое лучшее и возвращаясь к min average precision вот на этом самом pascal vfc смотрите из чего складывается этот min average precision это усреднение по разным классам вот они разные классы и вы видите что качество на разных классах абсолютно разные скажем песиков мы хорошо распознаем лошадок мы хорошо распознаем а растения довольно плохо или что тут еще плохо там бутылки довольно плохо почему мы хуже распознаем бутылку или стул чем корову или лошадь как вы думаете какая ваша гипотез они меньше и больше видов но у них не сказал бы что у них больше видов там у собак например очень много разных видов да я думаю мы гораздо больше чем лошадей реально так что они серьезнее отличаются между собой вот но да они меньше вот это ключевой момент а это ключевой момент и с этим надо что-то делать но прежде чем с этим что-то делать еще еще один важный мини сюжет извините у меня как бы ну у нас такая обзорные сейчас лекции этой следующей тут будет много маленьких идеек опять же вместо того чтобы какую-то последовательную историю я стараюсь вместить их воде бы последовательную историю но тем не менее все равно это много маленьких отдельных мыслей вот еще одна отдельная мысль которая появилась здесь в ел 9000 она не там была придумана но здесь она вошла в обжиг детекшен но и хороший момент чтобы эту идею рассказать она важна не только для распознавания объектов где такая идея значит иерархического софт максом вот смотрите ну не буду наверное перерисовывать картинки смотрите как мне устроить классификацию на десять тысяч классов у нас до сих пор наши бэкбоуны с пытались справиться с тысячи классов на имиджнет честно говоря тысячи это тоже довольно много то есть когда вы строите софт макс функцию у у которой тысяча выходов ну это сложно а десять тысяч выходов это еще сложнее вот сразу сходу разделить признаки на разделить пространство на десять тысяч частей это звучит как очень сложная задача было бы клево свести ее к разделению пространство на две части ну просто типа разделили на две части потом каждую еще на две части и так мы за десять шагов разделим на тысячу частей вот как это устроить ну вот например можно устроить так ну не например он в любом случае нужно построить какую-то иерархию этих классов ну например если эти классы что-то значат какие-то объекты в реальном мире то можно использовать иерархию этих объектов в реальном мире вот как в йола что взяли в имиджнете например откуда классы в имиджнете берутся они берутся есть так называемого датасета ворднет это такая онтология разных понятий это значит там есть иерархия то есть такой направленный граф ну не совсем дерево именно направленный граф где значит там любой физический объект может быть животным а может быть камнем а может быть растением например а животные могут быть млекопитающими или рыбами или кем-то там еще и и так далее и вот через несколько слоев таких решений у нас например там собаки бывают охотничьими и какими-то декоративными еще какими-то охотничьи собаки бывают терьерами а терьеры бывают норфлокскими или йоркшурскими или еще какими-нибудь там имиджнет знаменит тем что в нем очень много пород собак 120 по-моему вот то есть мы вот эту вероятность норфлокского терьера раскладываем в произведение вероятности по вот этому признение условных вероятностей по вот этому значит пути к корню этого дерева понятий и дальше что мы делаем когда к нам приходит новые или обучающий пример или наоборот мы хотим применить мы спускаемся по дереву в каждом узле дерева мы делаем софт макс но это софт макс на маленькое число объектов она маленькое число классов а потом мы просто выбираем путь с максимальными вероятностями что еще здесь хорошо и интересно это то что на самом деле здесь даже не надо ничего делать последовательно ну то есть понятно что мы можем один раз извлечь признаки потом просто логистическую регрессию много раз запустить даже этого не нужно мы можем просто все софт максы все эти логистические регрессии на последнем слое запустить одновременно и выбрать из них просто те которые нам будут нужны ну типа вот мы здесь находимся первая логистическая регрессия всегда нужно например получилось животное тогда то что там дальше какие-то человеческие сделанные людьми артефакты делят между собой эти софт максы тоже посчитаны параллельно но они меня уже не интересуют а я дальше спускаюсь по вот этому по вот этой части дерева вот вот такая идея то есть вместо большого софт макса можно строить много маленьких софт максов которые гораздо проще обучать то есть каждый из них будет гораздо лучше работать и на самом деле все коллективно они тоже будут как скорее всего лучше работать чем если вы пытаетесь сразу все пространство разделить на 10 тысяч кусочков сейчас у нас для каждого слоя свои выходы нейросети до нас для каждого вот этого решения вот этого классификатора свои выходы нейросети но все эти выходы но это просто разные компоненты одного и того же вектора на выходе то есть разница между вот этим софт максом и тем которые у нас иерархический но их две разницы во-первых этот стал немножко по длине и раза в полтора два потому что у нас теперь не только листья но и внутренние узлы дерева участвуют здесь а во-вторых теперь он нормируется не весь в единицу а по кусочкам своим вот и вся разница то есть у нас есть выходы там 10 штук потом набор выходов из 100 штук набор выходов из 1000 ну скорее 10 потом другие действия там 3 10 потом еще 10 вот так не стоп мы же вначале тип предсказан большой класс там собака кошка человек потом более маленький класс там такой терьер такая да такой терьер мы предсказываем при условии что он уже терьер то есть мы вот там животных делим на котиков и песиков но когда мы строим этот классификатор это классификатор обучается в предположении что это животное просто потом если вдруг окажется что это не животное на самом деле но результат этого классификатора будет не релевант он не будет участвовать функции ошибки при обучении он не будет использоваться для предсказания и а ну то есть типа есть 10 выходов от кошка собака человек есть 10 выходов такие-то виды собак и 10 выходов такие виды человек но людей ну и тогда все так вот отжас от как составляется то есть на каждого баундинг бокса помечено все виды этих подвидов ну у нас для каждого баундинг-бокса помечен класс и это вот последнее замечание про графический softmax тоже интересное для каждого баундинг-бокса помечен класс но эти классы причем если значит эти классы ложатся в это дерево но что интересно теперь если у нас есть дерево мы можем даже объединять дата сетов которых классы находятся на разных уровнях детализации прикиньте то есть вы начали эти 120 видов собак да а скажем дата сети коко common objects in context это классический дата сетом просто есть собак вот а не имея дерево нам пришлось бы не имея иерархического softmax нам пришлось бы скорее всего всех собак в имиджнете объединить в один класс чтобы объединить имиджнете коко а если у нас есть дерево есть иерархический softmax можем этого не делать можем сказать что окей вот у меня есть объекты некоторые из машина это некоторые из коко те которые из имиджнета это листья дерева тут все породы собак присутствуют а те которые из коко это тоже собаки но я не знаю какие поэтому в моей ошибке будут участвовать классификаторы которые доходят до собаки а те классификаторы которые ниже ну я не знаю ответ не буду их обучать значит на этих примерах вот то есть вот эта иерархия она помогает еще и объединять разные дата сета но на разметку дата сайта это не влияет в дата сети в любом случае каждый баундинг бокс размечен своим класс просто для разных дата сетов это может быть разное множество классов а мы как-то суммируем эти ошибки по всем вот этим вот ну конечно вот у вас есть там какой-то терьер это значит что вам в первом softmax надо выбрать животное потом что вы выбрали в софт максе которые делят друг делят там природные явления на части это неважно это не участвует функция ошибки сейчас но зато но то софт макс который делит животных на окошек и собак вот это важно нужно выбрать собаку потом там разные породы кошек на это неважно сейчас не будем его обучать а вот разные породы собак это важно сейчас мы его обучаем но и вот наша функция ошибки она следует пути через дерево на мой и как бы перри нормируем а то есть если у нас там на изображение просто собака мы знаем только то что это собаку функция ошибки должна быть соизмеримо с тем если у нас там собака ну смотрите если это просто собака мы просто остановимся в узле собак мы не будем обучать соответственно softmax и которые ниже да просто кажется что тогда если не перри нормирует у нас априори будет ошибка на более подробном датасете всегда больше то что будет больше вариантов ошибиться то что там может быть а какая разница вот окей ну и собственно с этим мы приходим к центральной проблеме значит которую видимо уже следующий раз мы будем пытаться решать центральная проблема всех вот всего распознавания объектов если вы посмотрите на численные результаты но это все еще паскальви и все на виасе хороший численный результат если вы посмотрите на численные результаты на коко так ладно я сейчас не найду табличку вот то вы увидите что все эти фастера все ныны хотя кажется что они работают хорошо типа вы даете фотографию там прямо распознаются объекты все нормальненько но меня больше престижен оказывается тип меньше половины почему вдруг меньше половины потому что плохо распознаются маленькие объекты а их много и ну это зависит от дата сета естественно но там на если не знаю распознавать объект бутылка то и у вас это с эти есть там накрытый стол то на этом накрытом столе наверно бутылок много и наверное они маленькие по сравнению с размером фотографии и вот и получается что вам надо распознавать много маленьких объектов это сложно мало больших объектов это легко большие объектыnte хорошо маленькие плохо суммарно получается плохо наш маленькое больше вот и но не важно как бы больше их или меньше важно что в жизни хочется распознавать маленький объект а это почему-то не получается ну почему а как вы думаете почему я уже отвечал на этот вопрос косвенно надо понять когда его ответ Почему маленькие объекты плохо распознаются, скажем, в faster rcnn? Потому что там свертки, и чем меньше объект, тем меньше у него будет фичей, он быстрее схлопнется в точку. Да, совершенно верно. Смотрите, если брать faster, вот это называется effective stride, вот это вот 16x, которое я показывал, это effective stride называется. К моменту, когда мы начинаем выделять баундинг-боксы, вход уже геометрии исходной картинки уже сильно сжалось. То есть в базовой конструкции faster rcnn, effective stride 16, как я говорил, то есть от объекта размера 16-16 пикселей остается 1 пиксель. А объекты меньше размером вообще не видны. Ну, то есть они как-то там вошли частью в эти признаки. Конечно, они не распознаются. Можно пытаться уменьшить stride. То есть формально ничто не мешает иметь effective stride 1. Ну, тогда сеть получается неподъемная, потому что когда вы делаете речь на пропуске, вы должны типа пройти по всевозможным разумным баундинг-боксам на этих фичах. Ну, их слишком много. Надо что-то делать. Вот, значит, что с этим делать? Ну, давайте последнюю мысль я скажу, чтобы к ней не возвращаться. А архитектурные мысли мы уже в следующий раз начнем. Значит, первая мысль — это можно попробовать подправить архитектуру так, чтобы effective stride оставался небольшим даже тогда, когда receptive field, как помните, мы с вами обсуждали, уже становится большим. Ну, то есть, грубо говоря, почему, вот одна причина, что тяжелая, почему другая причина, почему я faster CNN не могу взять там Google Net и использовать effective stride меньше с Google Net. Потому что к тому времени, как в Google Net нейрончик смотрит на почти всю картинку, уже геометрия сжалась 16 раз. Ну, условно. Может, в Google Net не 16. Вот. То есть, полезно было бы сделать архитектуры сетей, которые быстро расширяют поле зрения каждого нейрона. Как это сделать? Ну, вот один способ такой, вот интересный. Один способ — изменить виды сверток. То есть, изменить, значит, свертку 3х3, например, ввести в нее stride, но не stride покрытие окнами сверток картинки, а stride в смысле покрытие пикселями свертки пикселей входа. То есть, ну, короче, понятно, да, как тут нарисовано. Можно брать пиксели через один. И тогда, если, например, взять там один слой через один, другой слой через один, а потом плотно или наоборот, то буквально за 2, 3, 4 слоя можно очень сильно увеличить receptive field. То есть, можно нейрончиком одним покрыть много-много пикселей входа, без пропусков на самом деле. То есть, самый первый слой не будет ничего пропускать, а вот дальше окна же начинают перекрываться, и их можно без формальной потери информации брать уже через одну. Вот. Вот такая история. А давайте я вот на этом сегодня остановлюсь. В следующий раз поговорим про архитектуры, которые пытаются распознавать маленькие объекты, про то, куда это все пришло, и поговорим про сегментацию тоже. Есть ли у вас вопросы? У меня вопрос. Вы выбрали лишь, что можно объединять датасеты с помощью иерархической вот этой вот классификации. Вот. И как все-таки приспать процесс обучения? То есть, у меня, например, есть штука... То есть, у меня, например, есть датасет, в котором есть класс собаки, а есть еще один датасет, в котором есть разные классы собак. Как у меня будет выглядеть лосс? Что я буду... Ну, смотрите, лосс будет зависеть от того, из какого датасета взят текущий тестовый тренировочный пример. Если текущий тренировочный пример взят только... Если на нем написан только класс собака, без уточнений, то вот у вас используется лосс на первый softmax и лосс на softmax, который животных делит на часть. А если у меня на каком-то более высоком уровне произошло мисклассификацию, то есть, я так понимаю, мы здесь идем по максимальному подобию, или типа того, вот спускаемся в этом дереве? Если, например, пришел у них собак, и даже не в котов на том же уровне, а, например, в камне вместо животных... Ну, смотрите, при применении сети это будет ошибка, очевидно. При обучении сети вы просто обучаете все softmax одновременно, но все релевантные. То есть, я, грубо говоря, беру все возможные картинки. Например, в случае с собаками я всех интерьеров объединяю в класс собака и обучаю соответствующий уровень. Нет, в том-то и дело, вы их даже не объединяете. У вас теперь каждый правильный ответ, каждый баундинг-бок, ну, каждый класс, да, он не просто узел графа, а это целый путь до вершины графа. Правда же? Да, но и стейкер. Вот. И поэтому теперь, если у вас там какой-то терьер, то вы можете обучить на этом терьере первый softmax, обучить распознавать животное, второй вот этот softmax, обучить распознавать собаку, и еще один там softmax, обучить распознавать терьер. Вот softmax, который делит там естественные объекты на части растения и грибы, вы не можете обучить на терьере. Он просто не будет в лосе в этот момент участвовать. Понятно. Хорошо. Ну вот. Сейчас, то есть, получается, если у меня нейросеть сказала на картинке с терьером, что это камень на уровне животных, но на уровне собак она сказала, что это терьер, то я как бы все равно обучу вот тот уровень, который отвечает за терьер. Да вы обучите все уровни. Все релевантные уровни вы немножко обучите. У вас есть что ответить. У вас есть правильный ответ для первого softmax, есть правильный ответ для вот этого, есть правильный ответ для вот этого. Для вот этого у вас нет правильного ответа, там все ответы неправильные, поэтому эти веса не будут обучаться. А веса вот этого, вот этого и вот этого softmax будут обучаться на терьерчике. — А, ну хорошо. И вот еще вопрос. Я правильно понял, что effective stride и receptive field — это примерно одно и то же? — Нет. В том-то и дело. Effective stride — это во сколько раз мы сжали геометрию картинки. А receptive field — это то, на какую часть исходной картинки смотрит каждый нейрончик. Вот как раз идея таких сверток в том, чтобы увеличить receptive field, сохранив пока небольшой effective stride. — А почему тут effective stride не будет тоже уменьшаться? — Ну мы за меньше слоев придем к большему receptive field. — Но если мы так разрезанно берем пиксели, то это значит, что у нас поместится сверток просто меньше, значит просто картинка станет меньше? — Да нет, в принципе. Ну, хорошо, нет. Да, верно. Но receptive field будет расти быстрее, чем если бы мы брали плотные окна через одно при этом. — А, ну типа на вот данной картинке мы обрезали только по одному дополнительному пикселю с двух сторон, а receptive field даже в два раза. — Ну да, да. Вот на самом деле вот это очень показательная картинка. Просто нет времени ее прям подробно проходить, но вот разберитесь в этой картинке, вы увидите, как это работает. — Что действительно каждый пиксель участвует, ничто не потерялось, но receptive field резко увеличился, ну, практически экспоненциально. — Это свертка, она просто большая свертка, на которой мы заморозили некоторые веса, получается. Удулили их? — Ну, если хотите, можете так считать. Конечно, так никто ее не программирует, но да, в принципе, формально это то же самое. — Да. — Можно еще про фар? — Да, то есть я про это спрошу еще. То есть фишка в том, что мы увеличили receptive field, при этом оставили размер картинки, просто сделав пулинг фактически. — То есть если мы вот этой вот большой штукой выходим за пределы картинки, мы там нули добавляем у нее? — Ну да, пэддинг мы тоже, конечно, можем делать, можем не делать, но, скорее всего, будем делать. — Да, главный смысл в том, что вот вы прошлись такой разреженной сверткой, это как бы действительно все равно, что вы прошлись плотными свертками и сделали пулинг, но receptive field у каждого нейрона гораздо больше теперь. А на самом деле вы можете проходиться ими и вообще не уменьшая, не увеличивая effective stride, просто плотно проходиться. Вот первое, потом второе окно будет вот эти, 9 пикселей, третье окно вот эти и так далее. — Но если проходиться плотно, то effective stride будет равен. — Нет, если проходиться плотно, то effective stride будет типа единица, мы не уменьшаем геометрию вообще. — То есть в классических свертках effective stride соответствует примерно пулингу. Ну там иногда бывают свертки со страйдами, но обычно пулинг уменьшает геометрию. — Хорошо, вот вопрос еще по faster rcnn. Какие у нас вот на том первом куске нейросети, который выделяет вот эти вот квадратики, какие там параметры? — Да, вот тут. — В rpn, ну смотрите, здесь два слоя, ну точнее один слой и второй слой. Ну, условно его разумно поделить на два. Первый слой — это просто скрытый слой, тут 256 каких-то нейрончиков признаки выделяют. Второй слой выдает оценку, насколько похоже это на объект, и координаты, где именно там объект. — Сейчас, но мы же там для каждого центра перебираем количество фиксированных квадратиков. — Да. И вот что для них выдается? Выдается некоторая оценка? Ну, для каждого перебранного квадратика выдаются, соответственно, две оценки, ну там, по техническим причинам, там две оценки, насколько это похоже на объект, насколько это не похоже на объект. Ну, неважно. Короче, оценка, насколько это похоже на объект, и четыре числа, где там координаты нужно сдвинуть. Это для каждого из bounding-боксов, которые мы прикладываем, и для каждого возможного центра этих bounding-боксов, это и в этом feature map. — Ага, и то есть потом на этом же уровне мы отбрасываем некоторое количество лишних, и уже потом переходим к следующей ординате. — Да, то есть потом через уже полноценную голову, которая делает классифика... Значит, здесь никакой классификации нету, да? А через полноценную голову, которая делает классификацию на классы, и еще раз уточняет bounding-бокс, мы пропускаем только лучших кандидатов. Поэтому и двухпроходное распознавание. — Хорошо, спасибо. — Ну хорошо, я понимаю, что я сейчас уже иду довольно быстро, и действительно формально часто не до конца понятно то, что я рассказываю, но я надеюсь, что какие-то идеи я все-таки умудряюсь передать. В общем, спасибо вам. На этом на сегодня все, и увидимся с вами когда-нибудь. Ну через неделю увидимся, но может и раньше. Обсудим. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»